Субтитры сделал DimaTorzok У меня, я за несколько лет потерял такой большой плодородный слой, но зубы сцепил и продавал вот так. Тем более, что большая часть коробки занята неотрываемыми от корней комом земли. Вот, и сейчас я советую, вы, человеку продают местный питомник. Если у вас должно быть требование, да, я заплачу, пожалуйста, я к вам приеду с тазиками, с ведрами, лучше с коробками. Знаете почему? Я садил коробки, получал вместе с ними, с комом земли, сам себе пересаживал. А потом, когда научился, начал продавать коробку. Вот, потому что она сгнивает за одно лето без следа, там. И у меня перестали гибнуть деревья вообще. Вы знаете, продать человеку с пустыми корнями. Ага, сейчас он вырастет, как же, с голыми корнями. А здесь-то, видите, что? Вот, и вы едете и говорите, я куплю. Человек же сам сказал, что он купил питомники. Ну, питомник приезжает, а ему уже выкопанное, полудохлое предлагает. Нет, я согласен, лопату сам выкопаю, пойдемте, я буду выбирать. В магазине же выбирайте одежду. Представляете, вы пришли в магазин и хотите одежду выбрать. А вам говорят, вот вам водолазный костюм, а я не хочу в воду лезть, а нам плевать. Так, читаем. Наталья Александровна. Так, здравствуйте, Валерий Константинович, я ознакомилась с каталогом, выбрала такие семена. Дальше она про семена и упомянула слива желтой хапты. Так, дело в чем. Я взял, вставил фотографию желтых хаптов. Вот, почему я специальный акцент сделал. Вот, молодое дерево, очень крупное. Это та же самая уссурийская слива, та же самая. Ну, вариант укрепненный, разве плохо? Представляете, не привитая с такими плодами, не привитая. Вот, но, когда она купит у меня эти костики, это я ее письмо здесь цитирую. Когда она купит, я ее просто-напросто, как я хочу сказать, у нее могут быть и красные, и полосатые, и синяя бора-малиновая, и вкрапинку, и какие угодно. Вот, потому что здесь проходит процесс взаимопыления. Что будет в этих костиках, неизвестно. Но это ладно. Еще она попросила ей грушу Лада, корни собственной, да. И ей 60... Ой, я же не буду говорить, сколько лет, ладно, поехали. Вот, неудобно. Значит, лучше бы, конечно, долго ждать придется с грушей. Выхода практически нет. В стране груш культурных сладких питомниках не найти. Есть только у них фотографии, они все у них выдраны с интернета. Или у таких садоводов, как я, например. Реальных. И продают, понятно, что если она настоящая культурная, значит, замерзнет. Потому что она ясно с южных рубежей. И за рубежей. А если она здесь у нас выращена, например, на Урале, в средней полосе, значит, она будет невкусная 100%. 100, поверьте. Ну, ладно, 90. И вот, значит, остается сухими семенами. Хочу купить. В общем, ждать придется от 5 до 10 лет. Вот только это хотел сказать. Я всегда говорю, как оно есть. Вопрос, каталоги, цены в рублях. Посылайте на Украину. На Украину, ну, банк любой знает. Western Union, Золотая Корона, Калибри. Вот. Они лучше нас знают, как посылать. А, все, приехали. Короче, я пошел отправлять деньги сестре. Я пенсионер. И сестра у меня пенсионер. И живет она в Херсонской области. И пошел я в три банка. Не буду их называть. Во всех трех сказали. Запретили с Украины на Украину высылать наши рублики. Все. Вот. А это та же поговорка. Паны дерутся. Они с Голденем умрут. А у этих хлопцев чубы трещат. Вот вам и это. Санкции против олигархов. Видели? Моя сестра с маленькой украинской пенсией олигархи попала. Я не могу ей выслать деньги. Теперь так. Можете ли вы выслать сюда? Еще недавно можно было. Но еще раз хочу сказать. Что это самое. А вот ниже я. Подойдут ли семена для вашего климата. Дело в том, что у нас в Сибири они недавно. Какие-то 20 лет. Какие-то. Я с Украины привозил черенки. Прекрасно плодоносит. С Украины, да? А если обратно на Украину вернуть? Логично, что будет плодоносить. Вопрос только в самом технологии. Ну и еще кое-что. Сейчас или вы, или это в следующем будет. Сейчас, сейчас. А, Днепропетровск. Зона степи. Дело в том, что я, к сожалению, вынужден что сказать. Мне не хватало какое-то время, пока не было интернета. Переписка письмами долго я тоже высылал. И иногда неудачно. Например, я считал, что Кубань, это то, что я застал, например, в Кабарде. Сырая зима, почти без снега, туман, сырость, накрапывающий дождь. Херсонская область. То же самое, при Черноморье же фактически, там 230 километров от моря. То же самое, туманы, сырость, абрикосы растут. И вот мне звонят из Кабарды, говорят, хочу, а будут ли? А, ну, приморские мои, которые попали ко мне в Далевостоке, вроде бы будут. И тут же рядом мне звонят с этого, с Кубани, это серьезный разговор, кстати. И когда я говорю, да вы что там, это у вас там, мои абрикосы могут сгнить там-то. Какое у нас засухо-суховее? Это Кубань-то. И тут же, пожалуйста, зона степи, город Днепропетровск. Что такое зона степи? Видели фотографии? Это то самое. Раз степь, значит, там обязательно не хватает влаги. Иначе бы она не была степи. Вот. Вот получается, вроде Днепропетровска, тоже самая степь. Вывод. Для абрикоса лучше место не найти. На засуху, на недоувлажненность плевать они не хотели. У них корень, это та же самая буровая установка. Найдет, где хочет, где не посади. Вот. Я вам показывал снимок там это. Я в течение последних лет ни разу не поливал, не удобрял, и ни разу не это самое, не опрыскивал. Вот. Если уж таков, да еще суровейший климат. Что дальше? А дальше посмотрим. Но плоды не дичают. Почему? Буду дальше рассказывать.